Привет, ребята! Меня зовут Аксенов Андрей, и это «Закат империи». Это сериал о том, как сто лет назад в России победила революция. Я рассказываю о революционерах, министрах, студентах, священниках и о Николае II, и о том, как все они желали России светлого будущего. Этот сериал выпускает студия подкастов «Либо-либо», и в студии я веду два исторических подкаста. Один «Время и деньги» о роли бизнеса в истории, а второй называется так же, как и этот сериал «Закат империи», но это совсем другая история. Ссылки в описании этого выпуска. В предыдущих сериях молодой царь восходит на престол, общество надеется на изменения в стране, отмена цензуры, равных прав, введение парламента. Но, кажется, Николаю II гораздо интереснее внешняя политика. Он увлечен экспансией на Дальний Восток. В стране тем временем начинаются протесты. Студенты выходят на демонстрации, рабочие объявляют забастовки, а еще начинается террор. А на Дальнем Востоке неспокойно. Там идет русско-японская война. И война идет плохо. А внутри страны дела идут не лучше. 28 июля 1905 года. Пролив Ла-Манш. От острова Гернси отходит обычный, ничем не примечательный пароход. Но если мы спустимся в трюм этого парохода, мы обнаружим, что он доверху заполнен винтовками, револьверами, патронами, динамитом. Этот пароход полностью доверху заполненный оружием. И он отправляется в столицу России, в Санкт-Петербург, через Финляндию. А в Финляндии его ждет самый крупный российский оппозиционер. Это самая важная и медийная фигура русской революции. Полгода назад он вывел на улицу Петербурга больше ста тысяч человек своих последователей. И сейчас он ждет пароход с оружием, чтобы раздать оружие своим людям и начать вооруженное восстание. Если вооруженное восстание придет к успеху, если они свергнут царя, то именно этот человек возглавит Россию. Именно он может стать президентом свободной России. Зовут этого человека Георгий Гапон. Так, давайте-ка разберемся, что вообще происходит. У нас начало 20 века возьмем, в России все окей. Ну, проблемы есть, конечно, но мы с ними справляемся, отлично их решаем. Вот возьмем главу московской охранки Сергея Зубатова. Он инфильтровал своими агентами множество тайных подпольных организаций партий. Везде у него есть глаза и уши. 1900 год. Он выходит с допроса очередного революционера Георгия Гершуни. И Сергей Зубатов очень доволен, потому что этот Гершуни нарушил революционную этику, подписал бумагу. И эта бумага прямо в кармашке у Зубатова лежит. Получается, теперь очередной революционер на крючке у главы московской охранки. Все идет вроде классно. Все под контролем. Сергей Зубатов довольно хорошо разбирается в тактике революционеров. Это все потому, что в юности он и сам был социалистом с горячим сердцем. Но есть одна тактика у революционеров, которая его беспокоит больше всего. И эта тактика такая. Вот есть, скажем, завод. На заводе рабочие. У рабочих дела, вообще-то говоря, не слава богу. Они живут и работают просто в аду. Их несправедливо душат штрафами. У них отбирают зарплату. Их там «Слушайте, ну давайте мы вам поможем. Надо организовать забастовку. Надо бороться за свои права». Организуется забастовка, где они требуют улучшения своих условий. Владелец завода вызывает полицию. Полиция разгоняет эту забастовку. Ни к чему это не приводит. И вот тогда социалисты приходят к рабочим и говорят им «А мы все это знали с самого начала». Потому что, знаете что, там наверху и владельцы заводов, и полиция, и царь, они все заодно. И значит надо что делать? Надо свергать царя. И рабочие такие. Ну, кажется, да, все сходится один к одному. Тема «Свергать царя». И Сергей Зубатов говорит, давайте просто вклинимся в эту схему посередине. Что надо делать? Надо создавать подконтрольные правительства профсоюзы. Царь же, он тоже за простых людей, за рабочих. Что мы делаем? Организуем профсоюзы. Туда вступают люди. Люди жалуются нам. А мы, как Министерство внутренних дел, просто стучим по шапке владельцу заводов. Этот владелец выполняет наши требования. Рабочие довольны. Мы довольны. Царь доволен. Владельцы заводов, в целом, тоже довольны. Социалисты-революционеры только недовольны. И это тоже отлично. Ну, и Зубатову говорят, окей, давай, действуй. Мы тебе разрешаем организовывать твои профсоюзы, что там, как ты их назвал. И Сергей Зубатов организует общество взаимопомощи рабочих в Москве, а также еврейскую независимую рабочую партию. Она действует в черте оседлости. И это, соответственно, два таких наиболее сложных, тяжелых региона в России тогда. И вот, представьте, 1902 год. Москва. На улице выходит 50-тысячная демонстрация рабочих. Это примерно 5% населения Москвы. И все проходит в полном порядке. Рабочие сами поддерживают дисциплину. Они несут иконы и портреты царя. Они возлагают серебряный венок к памятнику царю-освободителю, Александру Второму. И спокойно расходятся по домам. И социалисты в полном унынии. У них вообще и близко нет такого количества сторонников. Они никогда бы в жизни на улице города не смогли бы вывести такие толпы народа. Социалисты в унынии, а Сергей Зубатов доволен. И больше того, важнее, что с Сергеем Зубатовым довольны в центре. И он получает повышение. Он становится главой особого отдела департамента полиции. Его переводят в столицу. То есть в Петербург. И здесь, в Петербурге, его задача такая. Он должен и тут организовать общество рабочих. Но для этого общества ему нужен лидер. И этот лидер должен быть человеком харизматичным. Его должны рабочие уважать. Он должен иметь имя какое-то в обществе. Но вместе с этим всем он должен еще быть человеком в достаточной степени управляемым. Чтобы можно было порешать с ним вопросики. И Сергей Зубатов находит такого человека. И им становится Георгий Гапон. Георгий Гапон священник. Он родился в 1870 году в Полтавской губернии в семье крестьян. Положение крестьян тогда было довольно сложным. Но оно уже начало меняться. Меньше 10 лет прошло с того момента, как крестьяна освободили. До этого они просто были собственностью помещика. Сейчас они свободные. И потихонечку твое происхождение все меньше и меньше значения начинает иметь. А большее значение имеет, сколько у тебя денег. И вот у семьи Гапона как раз кое-какие деньги были. И один из доступных социальных лифтов тогда для крестьян это образование. И, в общем, маленького Гапона отдают в школу. Он там учится. Он читает «Жития святых». Он вообще довольно сильно впечатлен. Он даже хочет в будущем, может, когда вырастет, стать кем-то подобным. Типа вообще нормальная амбиция у парня стать святым. Вот. Он заканчивает школу, потом духовное училище. Потом он поступает в семинарию, заканчивает семинарию, и он становится священником. Я вам рассказал об образовании Гапона, а вообще какие варианты были у крестьян в то время. И об этом мы расскажем в специальной рубрике о дореволюционном образовании, которую делаем вместе с партнером этого сериала, с образовательной платформой Нитология. Итак, крестьяне, конечно, могли отправить своих детей в сельскую школу, в начальную, в земскую или в церковно-приходскую. Там в этих школах дети крестьян получали базовые знания грамотности и арифметики. И вот, окей, с 8 до 11 лет примерно они там учатся, а дальше что? А дальше тупик. Как бы ничего, особо никаких вариантов нету. Мы сейчас привыкли, да, что есть начальная школа, затем средняя школа, затем мы идем в университет. И вот средняя школа в империи была, это гимназия. Но чтобы поступить в гимназию, нужно уже знать базовую грамотность. А сроки поступления в гимназию такие же, в 8 лет. Получается, крестьяне, которые только поступают в начальную школу в 8 лет, они грамоты не знают. А в 11 лет уже поздно поступать в гимназию. И, окей, хорошо, а как тогда дети-горожан поступали в гимназию? Ну, очень просто. Родители просто должны были нанять гувернантку или студента, который и подготовит ребенка к поступлению в гимназию. Получается, если у тебя нет денег, то гимназия тебе не светит. Как бы, сорян. Но у детей-крестьян, если они хотели продолжать обучение, оставалось, в общем-то, не очень много вариантов. И один из самых распространенных – это получение духовного образования. То есть идти учиться в семинарию. И, по возможности, крестьяне этим и пользовались, даже если их дети совершенно не собирались становиться священниками. То есть преграды в образовании до революции были заложены просто на системном уровне. А что касается какого-нибудь специального образования или профессиональных курсов, то с этим вообще совсем было дело плохо. У нашего партнера, образовательной платформы Нетология, есть бесплатные вводные курсы. Вы можете выбрать программу для углубления своих знаний и навыков, а можете освоить новую профессию с нуля. Например, у Нетологии есть курс Data Scientist с нуля. На этом курсе вы научитесь работать с большими данными, с аналитикой и с нейросетями. Этот курс подойдет как новичкам в Data Science, так и аналитикам и разработчикам, которые хотят расширить свои компетенции за счет получения новых знаний в Data Science. Ссылка на курс Data Science с нуля в описании этого выпуска. А еще у нас для вас есть промокод ЗАКАД, который дает скидку в 45% на все курсы в Нетологии, за исключением высшего образования. Скидка действует до конца 2023 года. Но надо сказать, что, кажется, быть прям вот священником он не очень хотел. Ему ближе такой как бы активизм. Он хочет помогать простым людям. Он знает, как они плохо живут. И, в принципе, роль священника для этого подходит. То есть, да, священники, они могут проповеди читать, они могут собирать людей, они занимаются благотворительностью. Это все приемлемые вполне дела для священника. И вот чем-то таким он занимается, но ему хочется большего. И он тогда поступает в Петербургскую духовную академию, в столицу переезжает. И там тоже учится, но учится не сильно. Потому что, кажется, больше его интересует именно развитие. Он хочет как-то проявить себя. А в столице, понятное дело, возможностей, чтобы проявить себя гораздо больше. И самое простое – это помогать рабочим. Потому что, во-первых, рабочих просто очень-очень много. Начало 20 века уже начинается индустриализация. Во всех крупных городах растут огромные индустриальные районы. И там живет куча рабочих. Вообще, это довольно такие опасные места. Рабочим живется не сладко. Они работают по 11 часов каждый день на заводе. У них один единственный выходной. Зарплата у них супермаленькая. Они там не могут позволить себе снимать не то, что квартиру, даже комнату. Они могли снимать просто койку одну на двоих и спать там посменно. Живут они плохо. Денег у них не хватает. Они оторваны от своей семьи. Потому что это все вчерашние крестьяне. Их родители остались в деревне. Жена могла остаться в деревне или муж. Вот они переехали в большой город. Ходят на этот завод. Работают там. И при этом, да, рабочие, как вчерашние крестьяне, они, естественно, еще верят в Бога. И они уважают священников. Священник для них все еще авторитет. И при этом они еще тоже верят в доброго царя, который хочет о них заботиться. И да, поскольку живут они плохо, и их очень много, Гапон идет именно в эту среду. Он начинает помогать бедным людям. Он делает какие-то благотворительные акции. Он читает проповеди, занимается с рабочими. Он организует какую-то раздачу и помощь этим рабочим. И постепенно он становится более-менее известен в Петербурге как такой активист, который работает с беднотой. У него появляется некоторый авторитет. Он становится все более и более известным. И даже, например, дамы знатные узнают про такого священника благородного с длинными волосиками, который заботится о бедняках. Они дают ему деньги. И даже в какой-то момент городоначальник Петербурга обращается непосредственно к Гапону и просит его написать доклад о социальной реабилитации рабочих. Гапон организует какие-то артели специальные для рабочих. Короче, реально становится известным, приходит в некоторой степени к успеху. Там были даже случаи, когда он читает какую-то проповедь перед детьми-сиротами, и дети так впечатлены, что становятся на колени перед ним. В общем, вроде все классно, но не всем нравится деятельность Гапона. Например, его коллегам, другим священникам. Вообще-то говоря, если так посмотреть, то с кем работает Гапон? Он же занимается с рабочими. А рабочие-то у нас кто? Это же самый революционный класс. Это же люди, которые буквально постоянно ходят на всякие забастовки и к насилию привыкшие. Именно поэтому, собственно говоря, социалисты тоже работают с рабочими. И Гапон, получается, работает с рабочими. И что-то это все подозрительно. Получается, у нас священник, вместо того, чтобы, не знаю, крестить людей или свадьбы проводит, он таскается по каким-то рабочим районам, занимается общественно-политической деятельностью какой-то. А это уже совсем опасно, потому что какая общественно-политическая деятельность в стране? Никакой политики у нас тут быть не должно. Короче говоря, на Гапона доносят в какой-то момент, он попадает под арест и его приводят к Сергею Зубатову. А Зубатов-то именно такого человечка и ищет. И он говорит Гапону, слушай, мы же с тобой одно дело-то делаем. Ты хочешь заботиться о рабочих? Я тоже хочу заботиться о рабочих. И немножко о царе еще. Ты просто представь, просто вот прикинь, сколько, всего крутого мы можем вместе сделать. С нашими ресурсами, с нашими знакомствами. Вообще любые проблемы можем решить. Ты вот будешь заниматься тем же, чем ты занимаешься. Нам все очень нравится. Просто как бы мы это масштабируем. В 10 раз больше его можешь добиться. Давай, парень, работай с нами. Мы тебя очень уважаем. И Гапону все это нравится. Он Зубатову говорит, да, предложение, конечно, хорошее, но есть вопросики некоторые. И вопросики состоят в том, что вот эти вот все профсоюзы, которые делает Зубатов, они непосредственно подчиняются Министерству внутренних дел. Прям вот конкретно чиновник из МВД будет твоим начальником. И Гапону это не нравится по нескольким причинам. Во-первых, это как бы зашквар. Во-вторых, Гапону хочется большей свободы, естественно. В-третьих, рабочие, откровенно говоря, не супер хотят идти в профсоюзы, которые, блин, подчиняются Министерству внутренних дел. Короче говоря, да, но предложение интересное. И они торгуются между собой, что-то там выясняют, планируют. А пока что, пока идет торг, Зубатов вводит Гапона в свое общество. Гапон начинает выступать перед рабочими, он там читает им какие-то лекции, читает им проповеди и становится внутри этого общества очень известным священником, очень известным деятелем. И пока они торгуются и обсуждают свое дальнейшее сотрудничество, разворачивается еще и конфликт у Сергея Зубатова со своим начальством, с министром внутренних дел Вячеславом фон Плеве. Потому что министр внутренних дел Вячеслав фон Плеве вообще-то не очень доволен деятельностью Зубатова. Ему, в частности, вот эти все профсоюзы, все эти заигрывания с рабочими тоже как бы не нравятся. Ну, короче, у них конфликты, понятное дело, в конфликте выигрывает министр. И Сергея Зубатова увольняют. И получается вот что. Что уже выстроена структура организационная, да? Все уже подготовлено. Организация есть. Священник Гаппон туда введен, всем известен, имеет авторитет. А начальства как бы просто нету. Оно исчезло. И тогда Георгий Гаппон такой. Ребят, давайте перевыборы проведем в нашем обществе. И они проводят выборы, значит, избирают новое руководство. Во главе становится сам Гаппон, естественно, всех людей Зубатова, из общества. Выписывают. И сам Гаппон пишет прям письмо такое Зубатова. Спасибо большое. Очень я вас уважаю. Спасибо за профсоюз. Будем продолжать ваше дело. Вот он, значит, пишет Зубатову вот что. Вас, говорит, своего учителя не забываем, помним. Не скрываем, что идея своеобразного рабочего движения – ваша идея. Но подчеркиваем, что теперь связь с полицией порвана. Что наше дело правое, открытое. Что полиция только может контролировать нас, но не держать на привязи. Зимой 1903-1904 года у Гаппона идут дела просто супер. Он разворачивается вовсю. Он выкупает помещение для чайной. Туда приглашает разных лекторов, которые читают научно-популярные лекции для рабочих. Он организует какую-то сеть продуктовых лавок для рабочих с дешевыми ценами. Он раздает материальную помощь, и постепенно в его профсоюз вступает все больше и больше народу. Открывается 11 новых отделений. У него уже около 9 тысяч человек в этом его профсоюзе. И это означает, что в руках у Гаппона самая крупная политическая сила сейчас в стране. Но Гаппон говорит, что вот эти все стачки, демонстрации, все насилие, это все не решает. Это нам не нужно. Мы вполне можем решить вопросы по-другому. Насилие – это не круто, парни. Кстати говоря, откуда деньги на все это? Он вообще довольно хорошо занимается фандрайзингом, но плюс к этому ему и правительство дает деньги. А правительство ему деньги, потому что вроде наш парень был всегда, мы вроде и сами все это организовали. Нужны деньги, чтобы рабочие были спокойны, не выходили на улицы. Класс, мы не против. Можем давать деньги, тем более, что сейчас у нас начинаются серьезные проблемы. Во-первых, начинается русско-японская война. И вообще-то говоря, голова правительства занята тем, что происходит на Дальнем Востоке. Во-вторых, внутри страны все больше и больше активизируются протесты. Студенты ходят на демонстрации, рабочие устраивают забастовки. Так что у нас очень удобно, чтобы в столице, в Санкт-Петербурге, все более-менее тихо и спокойно. Да, социалисты-революционеры продолжают свой террор. И они убивают в какой-то момент министра внутренних дел Вячеслава фон Плеве. Это того самого, который совсем недавно уволил Сергея Зубатова. И, кстати, это уже второй министр внутренних дел, которого убили социалисты-революционеры. Короче говоря, в стране как-то реально уже неспокойно. А на Дальнем Востоке победы тоже не видно. И к Николаю Второму буквально приходит мама и говорит ему, слушай, ну, кажется, дела не супер. Идут, да, на Востоке твои войска что-то не побеждают. В стране у нас беспорядки и насилие. Давай, может, как-то выберем на пост министра внутренних дел какого-нибудь человека, ну, которого в обществе уважают. Какого-нибудь либерала, да, чтобы, ну, каким-то образом успокоить общество. Подачку ему сделать. Вот смотри, парень какой классный. Петр Святополк Мирский. Либерал. И Николай Второй приглашает Святополк Мирского навстречу. И говорит ему, хочу вам дать пост министра внутренних дел. А Святополк Мирский, он как бы не суперрад. Он помнит просто, что было с предыдущими двумя. И он говорит Николаю Второму, ну, вы знаете, я, конечно, очень польщен, но, откровенно говоря, у меня совершенно другие воззрения, взгляды с предыдущими. Может, вы меня не хотите, может, вам политика моя не будет нравиться. Он буквально говорит Николаю Второму вот что. Вы меня мало знаете. Может быть, вы считаете меня единомышленником с двумя предшествующими министрами, но я, наоборот, совершенно противных воззрений. Положение вещей так обострилось, что можно считать правительство во вражде с Россией. Необходимо примирение. Ну, и Николай Второй ему говорит, да, окей, хорошо, делай, пожалуйста, что считаешь нужным. У меня война, проблемы, так что голова немножко другим занята. Так что, пожалуйста, вот тебе как бы карт-бланш. И Святополк Мирский говорит, ну, хорошо. Раз так разговор идет, то окей, я буду делать ту политику, которую считаю правильным. И уже через два месяца в Святополк Мирскому на стол приходит резолюция земского съезда. Это либералы со всей страны, муниципальные депутаты, собрались в Петербурге и порешали. А порешали они вот что в резолюции написано. Мы хотим отмену цензуры, освобождение политических заключенных, свободы собраний, союзов и так далее. И в конце написано, что мы хотим парламента. И Святополк Мирский с этой резолюцией идет к Николаю Второму. У них собирается большое совещание. На нем присутствуют министры, крупные чиновники. И Святополк Мирский говорит, для успокоения страны нам нужно введение парламента. Вот чего хочет общество, вот резолюция. И как вы думаете, что на это предложение ответил Николай Второй? Напоминаю, сейчас декабрь 1904 года. И Николай Второй соглашается. Все присутствующие на этом совещании чувствуют, что они просто в исторический момент попали. Что сейчас произошло изменение, которое как бы радикально повлияет на всю Россию. Они произносят речи, в которых благодарят царя. И говорят, как они благодарны, как вся страна благодарна к этой идее государя. И там такая ситуация была, что один из министров и один крупный чиновник просто расплакались прямо там на заседании. В общем, кажется, у России будет парламент. Ну да, и Гапон, собственно говоря, такой. Ну видите, получается, его точка зрения правильная. Насилие не нужно, террор не нужен. Вот люди собрались, обсудили, предложили царю. Царь посмотрел и согласился. Все как бы классно. Проходит пять дней, и Николай II думает, что что-то ему все-таки вот идея с парламентом не нравится. И он отменяет свое решение. Точнее, он никакого решения не принимает. Не будет в стране парламента. И все просто страшно разочарованы. Просто невероятно разочарованы. И самое главное, что у Гапона пропадают последние аргументы. Потому что уже почти год в стране идут серьезные беспорядки. Революционеры, всякие марксисты, социалисты устраивают по всей стране стачки. А у Гапона в Рупах самый крупный профсоюз в стране. Он лидер рабочих в столице. И к этому моменту к нему приходят эти революционеры уже как бы с ножом в горло. И говорят ему, слушай, парень, мы что-то не очень понимаем твоей политики. Ты как бы вообще за кого? Ты за народ? За рабочих? Или ты, может, с правительством? У тебя какие-то там шуры-муры есть? А то знаешь, как бы у нас с такими людьми разговор короткий. В декабре 1904 года. С самого крупного предприятия столицы, с Путиловского завода, увольняют четырех рабочих. Это члены Гапоновского профсоюза. Они приходят жаловаться. И Гапон поначалу пытается решить эту проблему привычными способами. Он ходит по чиновникам, пытается как-то разлюрить эту ситуацию. Но всем не до него. В общем, у него ничего не получается. А у него реально уже разъезжаются под ним стулья. И у него же на самом деле выбора-то никакого нету. И поэтому Гапон объявляет забастовку. Это увольнение было последней каплей. Он объявляет забастовку. И очень быстро к этой забастовке присоединяются почти все заводы и фабрики Санкт-Петербурга. И, кстати, в том числе и оборонные. И я напоминаю, что сейчас идет война. И полиция такая, как так произошло? Что случилось? Это был наш парень. Почему? Это что, настоящий профсоюз оказывается? И мы сами его создали когда-то. Гапон приходит к чиновнику и говорит, вы меня поймите, пожалуйста. Я к вам со всей душой. Мы отлично с вами работали. Но, простите, у меня уже выбора никакого нет. У меня просто вилы уже. Все. Я был вынужден объявить забастовку. Вы, пожалуйста, сами там решайте. Я максимум, что могу, это сказать, что мы будем дальше делать. Мы вот петицию напишем и понесем. И царю будет демонстрация. Вы там, пожалуйста, решайте. И чиновники хотят что-то решать. Ну, может, они и хотят, но они ничего не решают. Главный силовик в стране, министр внутренних дел, он умывает руки. Он ничем заниматься сейчас не хочет. Остальным чиновникам надо что-то решать? Зачем вам это нужно? Руками жар загребать? Нет, ничего не надо. И поэтому, ну, просто решили на всякий случай. В столицу вводим войска. Потому что полиции для разгона крупных демонстраций недостаточно. А ОМОНа тогда никакого еще не изобрели. Просто не было такой идеи, что нужно специальное подразделение для разгона массовых митингов. Нет ее. Поэтому вводят войска. Плюс к этому. На церемонии водосвятия в январе присутствовал Николай II. И там был салют из пушек. И одна из пушек была почему-то заряжена боевым снарядом. Этот снаряд прилетел буквально там над головой императора. И все, конечно, решили, что это должен был быть теракт. И что Николая II хотят убить. В общем, все максимально просто на нервах. Максимально на нервах. И Гапон уже скрывается от полиции. Прячется. Все готовятся к этой демонстрации. И у Гапона есть план. Он говорит, значит, вот мы приходим к Зимнему дворцу. Даем петицию Государю. И если Государь соглашается с нашими требованиями, то я достаю белый платок. И начинается праздник. Мы все празднуем, обнимаемся, поем гимн. Все такое. А если Государь отказывается от наших требований, то я достаю красный платок. И начинается восстание. Ранним утром 9 января 1905 года около 150 тысяч петербургских рабочих выходят на улицы. Они строятся в колонны. И эти колонны двигаются к центру Петербурга, к Дворцовой площади, к Зимнему дворцу. На улице в тот день вышло 10% населения Петербурга. Во главе самой крупной колонны движется Георгий Гапон. Эти колонны идут с портретами царя, с иконами, почернуто, спокойно и мирно. Колонна Гапона при подходе к Нарвской заставе встречает военных. А у офицеров очень простая инструкция. Они, когда видят протестующих перед собой, делают три сигнала в рожок. И после этого, если протестующие не реагируют, они должны давать команду стрелять. И вот рабочие приближаются к солдатам. Солдаты начинают нервничать. И офицеры дают команду. Звучит три сигнала рожка. Но ничего не происходит. Тогда офицеры дают команду стрелять. Солдаты стреляют поверх голов. И передние ряды разворачиваются. Пытаются бежать назад, но не могут, потому что сзади толпа. И следующие залпы идут уже по людям. В тот день было убито больше тысячи человек. Гапон шел впереди колонны, но он чудом спасся. Он не убит. В общей суматохе его спас ближайший друг и соратник Петр Рутенберг. Когда-то он был студентом. Его выгнали из университета за протесты. А сейчас он помогает Гапону. Он прячет его на конспиративной квартире и хочет вывезти в Швейцарию. Вечером чиновники и министры собираются на совещание, но они ничего не могут решить. А вся страна просто в шоке. Теперь, после убийства рабочих, после пролитой крови, людям кажется, что никакие компромиссы с этой властью невозможны. Если осенью еще казалось, что в стране как-то дела идут не слава богу, что как-то много у нас демонстраций и протестов, то вот сейчас стачки, демонстрации и протесты происходят с таким масштабом, который осенью и не снился. Теракты начинают следовать просто один за другим. И люди требуют свержения самодержавия. Никто не готов мириться с этой властью. А в Швейцарии появляется Гаппон. Гаппон в этот момент просто овеян славой. Именно он лицо российского протеста. Он главная медийная фигура русской революции. Просто истории Гаппона печатаются на первых страницах всех мировых газет. Журналисты выстраиваются в очереди, чтобы брать у него интервью. Он летом книжку издаст в Англии. И вот он приезжает в Швейцарию. А Швейцария – это центр российской миграции. Вся политическая миграция здесь. И Гаппон смотрит на все эти разные партии и общество и говорит, так, ребята, давайте, нам надо свергать царя. У нас стоит задача, что вы все здесь ссоритесь между собой. Давайте сейчас все объединяемся вместе, объединимся для общей цели. И делаем революцию в России. А главой у вас буду я. Потому что, ну, как бы, кто еще, как не я? Он же человек, который вывел 150 тысяч рабочих на улицы Петербурга. Именно он – самая главная медийная фигура. Он – герой революции. И зачем ему все эти оппозиционеры? Потому что у них здесь, на Западе, есть все ресурсы. А ресурсы Гаппона остались в России. У них каналы поставок оружия и нелегальной литературы в Россию. У них все знакомства. В общем, местные оппозиционеры Гаппону нужны. А местные революционеры такие, блин, мы, как бы, 10 лет делаем революцию. Мы тут свои партии организуем, общество, печатаем газеты. А какой-то просто поп приехал из России. Никто его не знал два года назад. Какой-то активист. И теперь он, типа, задирает нос и хочет нами всеми руководить. Но, с другой стороны, у этого попа реальная сила в руках. У него 150 тысяч человек в Петербурге. И его имя известно всему миру. Так что они все друг другу нужны. И, в общем, Гаппон решает провести объединительный съезд всей русской оппозиции. Они все собираются в Женеве. Туда приезжают партии всевозможные. Все, кто против царя, приезжают туда большевики. Приезжают туда эсеры. Приезжает туда еврейская партия, армяне. Приезжают финские сепаратисты. Короче говоря, все там почти собираются. Для того, чтобы объединиться всем вместе в борьбе против царя. И, как вы думаете, удалось ли русской оппозиции за границей объединиться? Пустой вопрос. Конечно же, у них ничего не вышло. Они все там на съезде рассорились и разъехались. А вот в России русская оппозиция объединена как никогда. Дело в том, что протесты в России просто вышли на новый уровень. И руководство над всеми этими протестами взяла организация, которая называется «Союз Союзов». Довольно нелепо звучит. Но, в общем и целом, это как раз те самые либералы, которые полгода назад собрались на свой съезд. Вынесли резолюцию. Эту резолюцию понесли царю. В общем, это те самые ребята. А Гапон за границей. И кажется, что революция уже проходит мимо него. В мае 1905 года на Гапона выходят финские сепаратисты. И говорят ему. Типа, парень, у нас очень много денег на русскую революцию. И Гапон такой говорит, а откуда деньги? Они ему говорят, ну, от американских профсоюзов они очень сочувствуют русской революции. И Гапон говорит, типа, окей, класс, берем. Но финны врали, потому что на самом деле это деньги от японцев. Напоминаю, Россия все это время ведет войну с Японией. Короче говоря, на эти деньги покупается пароход под названием Джон Графтон. И этот пароход доверху набивается оружием. Там 16 тысяч винтовок куплено, 3000 револьверов, тонны динамита, патроны. Все это загружается в пароход. И пароход плывет через Финляндию в Петербург. В Финляндию отправляется Гапон, чтобы дождаться этого парохода. Он собирается раздать это оружие своим рабочим. В Петербурге его уже ждут. И если в Петербурге будет 16 тысяч вооруженных винтовками человек, и они поднимут вооруженное восстание, то это очень высокие шансы на успех. И если они свергнут царя, то очень вероятно, что власть в стране возьмет лидер восставших, лидер этих рабочих. То есть сам Георгий Гапон. И вот он ждет в Финляндии привытия парохода. Пароход приближается к берегам Финляндии и садится на мель. Короче, революционеры в панике. Они бегают по палубе. У них пароход, полностью заполненный оружием. У берегов Финляндии. И нужно что-то делать. Они пытаются сгрузить эти винтовки на шлюпки и на шлюпках переправить их на берег, где-то там спрятать их на берегу. Но понятно, что эта затея как бы не сработает. Полный пароход им не получится перегрузить. С мели он никак не встает. Еще как бы вокруг плавают финские рыбаки. Или такие, ой, какое несчастье. Да корабль сел на мель. Надо сообщить и срочно в береговую охрану, чтобы помогли им. Короче говоря, революционеры понимают, что все, как бы, просто эпик фейл. У них нет никаких шансов. Оружие они не спасут. Надо хотя бы спасаться самим. Нет, просто реально. Это просто чемпионы. Короче говоря, они садятся на шлюпки и просто сваливают. А пароход, там же куча динамита, минируют. Они минируют пароход. Пароход весь взрывается. Но он не тонет, очевидно, потому что он стоит, собственно говоря, на мели. И туда приплывает береговая охрана финская. И они такие смотрят. Господи, полный пароход. Оружие. Несколько тысяч винтовок. И все это, очевидно, шло в Петербург, потому что там в разгаре революция. И кажется, кому-то сильно не повезло. В том смысле, что да, действительно, революционерам не повезло. Гапон сидит в Финляндии. Но, видимо, никакого вооруженного восстания он уже не поднимет. Тем временем, русско-японская война закончилась. Сергей Юрьевич Викте съездил в Америку и подписал мир с Японией. Получается, одна крупная проблема решена. Осталась вторая проблема, потому что революция продолжается. Осенью 1905 года вот этот Союз Союзов, Координационный Совет Русской Позиции, объявляет всеобщую забастовку. Останавливаются заводы и фабрики, останавливаются железные дороги, останавливаются трамваи, останавливаются университеты по всей стране. Вся страна просто останавливается. Министры ездят на катерах к Николаю Второму в Царское Село на совещание. Они ездят на катерах, потому что боятся, что их убьют по дороге. А Николай Второй такой, а что же делать? И министры ему говорят, что делать, Николай Александрович? Нужно вводить Конституцию. Нужно объявлять свободу собраний, свободу союзов, освобождать политических заключенных, отменять цензуру и вводить в стране парламент. Все, других вариантов уже никаких нету. У нас нету больше никаких других способов закончить революцию. И Николай Второй такой, ну, я не знаю. Но в итоге он, тому же Сергею Юлиевичу Витте дают поручение написать манифест обо всем этом. И Сергей Юлиевич Витте буквально своими руками практически пишет этот манифест, и в манифесте все эти требования перечислены. И, казалось бы, все, ура, победа, в стране теперь будет парламент, политические заключенные освобождены, революция достигла своей цели. И союз союзов, вот эти либералы все, они говорят, революция победила, заканчиваем забастовки, заканчиваем революцию, заканчиваем насилие. Все. А социалисты говорят, нет, ничего, не заканчиваем. Не нужен нам никакой парламент, никакие подачки от этого царя нам не нужны. Нам нужно только полное свержение самодержавия. Поэтому, дорогие рабочие, продолжаем революцию, как раньше. И реально революция продолжается с не меньшим угаром, чем было раньше. И Сергей Юрьевич Витте должен решить эту проблему. А почему именно он? Потому что по вот этой конституции, по вот этому манифесту, который только что опубликовал Николай II, и который был написан фактически Витте, появляется в стране впервые в истории должность премьер-министра, главы кабинета министров. И этим человеком становится именно Сергей Юрьевич Витте. Витте должен закончить революцию. И он должен найти такого человека, которого бы послушались протестующие, за которым бы пошли рабочие. Это должен быть человек харизматичный, с именем, но которого уважают в революции. И это, конечно, Георгий Гапун. А Гапун-то это все, в общем-то, на руку. У него, конечно, был пароход с винтовками, но теперь-то его нет. А Витте со своей стороны предлагает Гапону легализацию. Очень скоро в России пройдут первые выборы в первый парламент. И Гапон может сделать свою партию, почему бы и нет, и возглавить ее, и пойти на выборы. И даже довольно очевидно, кто эти выборы выиграет. Взамен Витте просит совсем немного. Он просит призвать протестующих и рабочих прекратить насилие на улицах и не говорить плохо о власти. И Гапон соглашается. В ноябре 1905 года проходит учредительный съезд новой партии Гапона. Тысячи рабочих вступают в нее. А в газетах появляются статьи за подписью Гапона о том, какой Витте молодец. А еще в газетах появляются статьи о том, что Гапон получил от правительства 30 тысяч рублей. И оказывается, наш священник вовсе никакой не герой революции, а Иуда, который продал наше дело за 30 серебряников. И тогда на заседании Центрального комитета партии социалистов-революционеров принимается решение о том, что предатель должен умереть. И они поручают это дело Петру Рутенбергу. Петр Рутенберг – это ближайший друг и соратник Гапона. Это именно тот человек, который спас его под пулями солдат в кровавое воскресенье меньше года назад. И Петр Рутенберг подчиняется партийной дисциплине. Он зовет Гапона на дачу под Петербург и прячет там в соседней комнате рабочих. А дальше он вызывает Гапона на откровенный разговор, и Гапон очень легко во всем признается. Услышав это, из соседней комнаты выбегают рабочие и вешают своего лидера лицо русской революции, священника Георгия Гапона. Тело Гапона нашли через месяц. Он был готов призвать рабочих прекратить насилие, но он убит. Он был готов на компромиссы с властью, но его больше нет, и людей подобных ему нет. А со стороны власти тоже никто не готов на соглашение, потому что Витта уволен, Николай II в нем полностью разочаровался и больше никогда не будет ему доверять. А вот революция продолжается. Больше никаких компромиссов. Всех соглашателей под нож. Только свержение самодержания. Редактор субтитров А.Семкин